Руслан, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие все же существуют наиболее вероятные сценарии завершения российско-украинской войны, если мы будем исходить из нескольких позиций военной, политической, геополитической? Эта война завершится в двух случаях. Или в случае поражения одной из сторон, или это быстрое окончание войны относительно. Эта ситуация может случиться уже в ближайших 2-3 года. Такой минимальный. От 2-3 лет. Или в случае тотального истощения сторон. Это если говорить прогнозы, прогнозы истощения ресурсов для вводения войны, они где-то от 5 лет и дальше. И дальше. И все остальное это черные лебеди. Смерть политических лидеров, например. Возникновение другого, более важного глобального конфликта, например, война за Тайвань или на Ближнем Востоке. Все это черные и многие другие вещи. Падение долларовой системы. Но эти вещи сейчас не прогнозируются. То есть эти вещи с точки зрения тех данных, которые у нас под рукой. Поэтому два ключевых сценария. Это поражение одной из сторон или полное истощение сторон. Но первый сценарий относительно короткий, второй сценарий относительно длинный. Питер Шреддер, бывший аналитик ЦРУ, в статье для журнала Foreign Affairs написал о том, что Путин никогда не сдастся. В Украине он предлагает штатам вести дело к соглашению об остановке войны, то есть к перемирию по линии фронта уже в ближайшее время, когда затухнет как наступление ВСУ в Курской области, так и наступление Российской армии на Донбассе. По его мнению, вопреки распространенным стереотипам, политика Путина в отношении Украины не является просто проверкой Запада на слабость. Кремль считает, что у него есть стратегическая необходимость не допустить превращения Украины в бастион, который Запад может использовать для угрозы России. Поэтому Путин взял на себя личную ответственность за достижение этого результата. Мистер Шреддер советует западным странам дождаться ухода Путина и пока он не ушел, помогать Украине выстоять, сведя к минимуму уровень боевых действий и количество затрачиваемых ресурсов. Более того, Вашингтон должен убедить Киев избегать крупных расточительных наступлений к Курской области, поскольку они только истощают резервы ВСУ. Под уходом Путина Шреддер также призывает не понимать свержения российского президента, поскольку раньше у Запада это не получалось. Интересно, были ли такие попытки? Если такой процесс будет запущен, это может вызвать эскалацию со стороны России. А в свое время, а Пригожин, а Навальный были попытки раньше? Еще раз. А Пригожин, а Навальный, которого вернули в Россию в свое время, были попытки раньше достигнуть все-таки изменения власти изнутри России? А какое-то время, может быть, вы помните, год назад очень активно качалась национальная проблематика в России. Медиа, западные, наши писали об этом. Видите, как стухло за последний год? Не потому, что оно не работает. В России хватает национальных проблем. Потому, что где-то кто-то с кем-то говорит, что это вне правил. Вне правил этого глобального противостояния. Фактически, этот аналитик предлагает снова вернуться к старой доктрине перехода к стратегической обороне Украины. Стратегическая оборона, которая позволяет минимизировать ресурсы, которые нужны Украине для такого этапа ведения войны. Которые минимизируют риски, политические, военные, которые появляются в случае украинских наступлений. Украинское руководство с таким сценарием не согласно. Но пытается менять сценарий. Менять пространство. Потому, что стратегическая оборона для Украины, при которой Украина продолжает терять сотни или тысячи километров квадратных территорий каждый год. В конечном итоге, все равно ведет к политическому и военному поражению. Что касается дождаться ухода Путина. Знаете, это такой, снова же такие wishful thinking. Пытаться попыткам выдать желаемое за действительное. Неважно, уйдет Путин или не уйдет Путин. Когда он уйдет. Важно, как он уйдет. Уйдет условно патрусов. И что тогда? Важно, как он уйдет. Может, наоборот, его спихнут. Условно говоря, новый какой-нибудь Андропол. Новые радикальные люди. Еще более радикальные люди. Которые спихнут его, требуя от государства все больше мобилизации. И требуя от военной победы именно. Важно, как уйдет. Пока что говорить о том, что Россия созрела к каким-то внутренней трансформации, смене политического режима, я бы не стал. Я бы не стал. Объективных факторов для этого мало. Мало можно выдавать желаемые, действительно, какие-то пожары, конфликты, разборки между региональными элитами, постоянное противостояние и конкуренция между башнями Кремля. Можно выдавать, конечно, как признаки коллапса России. Особенно, если за это платят. Объективно, какого-то системного сдвига, стратегического системного сдвига в России и внутри России я не вижу, который привел бы, действительно, к падению Путина и его команды. Но ситуация может измениться в будущем, но пока нет. США ни при каких обстоятельствах не будут подписывать с Россией и Китаем новую Ялту договор о новом мироустройстве. Об этом заявила бывшая зам госсекретаря США Виктория Нулан. По всем оценкам, Ялта была не очень хорошей сделкой для нас, и нам не следовало ее заключать. Это привело к 70 годам холодной войны. С чего бы это вообще считать хорошей сделкой? Это создало плохой, нестабильный мир. Также, по мнению Нулан, такого соглашения с Россией не будет, даже если на выборах США победит Трамп. Пример, она привела решение конгрессменов от республиканской партии, вопреки желанию Трампа выделить Украине военную помощь. Что бы не хотел сделать Трамп, я не думаю, что американский народ позволит ему отвернуться от Украины. Думаю, вы видите, это по голосованию за выделение 60 миллиардов долларов, которое, наконец-то, состоялось в апреле. Трамп был против этого решения и пытался запугать республиканцев в Конгрессе. Ну, интересная риторика. Ну, надо понимать, что Нулан тоже уже бывшая. Она играет в команде Камалы, в какой-то мере, в команде демократов. Но главная цель России в этой войне на этом этапе, на этом этапе, это как раз достижение вот этой стратегической договоренности. Ялта, не знаю, Пекин, Стамбул. Неважно, как она будет называться. И он пытается сказать, что США не пойдут ни на какие договоренности с Россией, которые бы позволили бы России почувствовать себя равной США, геополитическим игроком. Чему Россия стремилась еще до начала войны. Что и является одной из причин, геополитических причин начала этой войны. Но тут есть одно большое «но». Не обязательно что-то подписывать, чтобы оно работало. Какое соглашение подписали по Кореям? А по Вьетнаму? А были ли соглашения? Да, я говорю, какое соглашение подписали? А никаких. А по разделу в Восточной Европе? А тот раздел, который реально пролег в Восточной Европе после Трои мировой войны, существенно не отличается от ялтинских карт. Греция должна была быть советской. Ну, например. И поэтому это все риторика. Сама война и возможности стран нарисуют новую карту. Нарисуют новую карту. США пытаются избежать перерастания этой войны в Третью мировую. И не потому, что это ядерная угроза для США. А потому, что Третья мировая война, очевидно, переформатирует глобальную финансовую и торговую систему. А они сейчас ее контролируют. А любая Третья мировая война, ну, если США в ней не победят, конечно, переформатирует эту систему, будет что-то новое, что-то другое. Что-то не такое удобное, зарегулированное, подконтрольное, которое США сегодня имеют. Россия стремится выйти на договор о стратегической стабильности, стремится к тому, чтобы США признала ее, скажем так, ну и как бы вам сказать, феодалом Западной Евразии и Восточной Европы. По анархам, западной страной, которая контролирует и обеспечивает торговлю и безопасность в регионе. Где-то начиная от Австрии и заканчивая Китаем. Из севера аж до Ирана. Россия стремится к этому. Китай надеется, что все друг другу сейчас набьют морды. Упадут, устанут. Китай продаст и теми, и другими, оказывается, самым сильным, самым целым, в конце концов. А по поводу ядерной эскалации, тема ЗАЭС, тема Курс КАЭС, время от времени. И Путин на Восточно-экономическом форуме также об этом говорил. И можно в этой связи также вспомнить два заявления, как Захарова, так и Лаврова. Но не по теме ядерной эскалации, а по теме возможного потенциального решения Запада о применении дальнобойного оружия по российской территории. Хотя мы слышали соответствующие комментарии от представителя Пентагона, от того же Джона Кирби. Короче говоря, нет, сказали они, не хотят менять политику. Вот тема ядерной эскалации или вообще эскалации в целом. В перспективе ваш прогноз, исходя из текущей ситуации, это возможно в принципе? Возможно, Россия угрожает США Третьей мировой. Ну, что я объясняю? Третьей мировой. Применение ядерного оружия, если оно будет выходить за рамки... То есть даже если оно будет касаться только Украины. Это уже последний шаг перед прямым столкновением. Если оно будет выходить за рамки Украины, это уже Третья мировая. Третья мировая. Россия постоянно прогревает этот вопрос. И как элемент самозащиты, и как элемент угрозы, которую она несет США своим ядерным оружием. И как элемент успокоения своего собственного общественного сознания. Если дела у нас пойдут, грубо говоря, Кремль говорит своему обществу. Если дела у нас реально пойдут плохо, мы как шандарахнем. И все. Так что не беспокойтесь. Живите своей нормальной жизнью. У нас тут еще есть красные кнопки. У нас еще есть козыря в рукаве. Не волнуйтесь. Все под контролем. Упомянули мы Дональда Трампа. Он также на этой неделе сделал заявление. Сказал о том, что украинская власть скрывает количество погибших в результате войны. Эта война не должна была произойти, но она случилась. Сейчас сложнее договориться, чем это было в начале. Он еще раз заявил, что в случае избрания президентом гарантированно заключить соглашение о прекращении войны. У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. У меня есть определенная идея. Может быть не план, хотя тут получается Трамп сам себе противоречит. Но идея по Китаю. Тонкий намек от мистера Трампа. Что вы об этом думаете? По поводу потери. Это отдельная история. Можем ее не обсуждать. А вот по поводу плана Трампа. Потому что вечно ему какие-то планы навязывают. А вот у самого Трампа, его команды, план есть? Команда Трампа, насколько я понимаю, надеется на то, что воздействуя на Китай, они могут добиться уступок готовности к компромиссам со стороны России. А непосредственно воздействуя на Украину, они достигнут договоренности о компромиссах со стороны Украины. Команда Трампа не ставит перед собой задачу завершить войну. И это главная причина, почему не понимают то, что говорят Трампы. Договорит Трамп. Все же думают, что Трамп, когда говорит, что я закончу войну, все думают, что он там усадит всех за стол переговоров. Они будут там месяц воевать, драться, кусаться, обливаться водой. А потом пойдет белый дым из трубы. И все скажут, что вот договоренности, договорились стороны. Вам это, нам это. Нет. У Трампа нет такой мысли. И консультанты Трампа, по крайней мере тех, кого я знаю, не ставят перед собой такую задачу. Их задача минимум. Это просто провести форум, диалог, показать, что Трампа все слушаются. Он главный посредник в мире. А задача максимум – добиться перемирия. То есть остановка войны по той линии фронта, на которой она будет находиться на момент достижения этих договоренностей. А вот перемирие вполне реально. Если Трамп договорится с китайцами, китайцы окажут давление на Россию, а Трамп окажет давление на украинское руководство, перемирие – это абсолютно реалистичный сценарий. И один из наиболее реалистичных сценариев – если Трамп все-таки победит на этих выборах. Ну что же, друзья, будем завершать. Руслан, огромное вам спасибо, как всегда, за содержательный эфир. Руслан Бортник был сегодня вместе с нами на Укрлайф ТВ. Если еще не подписан на этот канал, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. И на канал Руслана я также призываю всех вас подписаться. Оставайтесь вместе с нами. Берегите себя. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok